Продолжаю свой влог. Со строительного магазина я переместилась под стоматологию. В инстаграм я делала пост о том, что я хочу поставить брекеты. Девчонки, напишите в комментариях, у кого стояли брекеты только на одной челюсти. И как вам, что говорят ваши ортодонты? Потому что я посетила 4 ортодонта. Я всегда делаю так, чтобы мнения совпали, хотя бы 2, а лучше 3. Из 4, например. И я начинаю лечение. Это уже второе мое посещение. То есть надо вылечить. У меня нижний ряд поехал из-за восьмерок. Вылезли восьмерки, нижний ряд поехал. И у меня поменялся чуть прикус, поменялось строение лица. Я и думаю, что такая симпатичная стала. Раньше было по-другому. На самом деле это все, представляете, меняется. И теперь я боялась и боюсь, что когда зубы выровняются, у меня просто раньше подбородок уходил больше вперед. Сейчас, так как я увеличила губы, у меня как-то все поменялось, и мне прям все очень-очень нравится. И я говорю о ортодонте, я боюсь, чтобы прикус поменяется, соответственно, я боюсь, чтобы это борода, подбородок опять не выдвинулся вперед. Говорят, что нет, просто выровняется зубной ряд, и все будет ок. Опять же, девочки в инстаграм писали, что многие боятся удалять восьмерки из-за того, что... Sorry, ушко выпало и вырубился телефон. Вот. Девочки боятся удалять восьмерки из-за того, что поменяется овал лица. Хочу поставить брекеты, даже дело не в эстетике, а в том, что когда зубы неровные, они плохо очищаются. Я уже купила электрическую щетку, то есть уже чищу лучше. У меня есть ирригатор, то есть, но это все равно не то. Идет опущение десны, и со временем, лет через пять, может быть больше, может быть меньше, непонятно. Можно потерять зубы, то есть десна опускается, и ты уже ничего не сделаешь. Поэтому надо ставить брекеты. Вот. Как бы ради здоровья зубного ряда нижнего. Страшно, боюсь, потому что удалять восьмерки это страшно. Я один раз удаляла восьмерку наверху, и я вам могу сказать, что я чуть не потеряла сознание, меня как бы слегка откачивали. Что будет сейчас, я не знаю. Пока я только лечу, вот у меня второе посещение, через неделю я буду удалять зуб, потом две недели надо, чтобы он заживал. Потом я иду к подруге на свадьбу, я не хочу идти с брекетом, поэтому после ее свадьбы я поставлю брекеты. И скажите, какие ставить брекеты? Например, врач мне рекомендует керамические. Многие говорят, надо ставить железные. У Ники стали железные, но она хотела себе изначально железные, чтобы менять эти резиночки, потому что это модно, красиво и прикольно. Вот. Но я железные не особо хочу, потому что беленькие у меня, видите, как бы, ну такое строение, что у меня не видно зубов нижнего ряда. И не сильно будет, в принципе, вида брекеты. Но если будет металлическая пластинка, видно будет. Ну, в общем, не буду долго болтать на эту тему. Просто хотела поделиться с вами, у кого похожая ситуация, может, поделитесь просто опытом. И девочки предложили, ну девочка написала, говорит, давай такой марафон. Кто боится, кто хочет тоже, потому что писали, что хотят тоже брекеты поставить себе, но боятся удалять восьмерки. Давайте все вместе, да, то есть ставим брекеты запорожской. Поэтому было бы реально весело и в то же время поддержка друг друга. Ходить с брекетами, особенно когда там ты ходишь на свидание. Я, например, не знаю, как целоваться с брекетами. Молодой человек шутит и говорит, а сколько они стоят? Я говорю, ну, наверное, год-полтора. Он говорит, ну, я после тебе позвоню. Ну, в общем, мы шутим по этому поводу, но на самом деле, как это влияет, я не знаю, на личную жизнь. Так что, девочки, пишите в комментариях, делитесь, интересно. Сейчас бегу с новой почты. Сейчас, сяду в машину, расскажу. Дема говорит, давай откроем мой подарочек. Это от подписчицы Марии. Вот, спасибо тебе большое. Прислала по новой почте для Демида подарок. Вы прям меня задарили. В том влоге тоже были подарки. Смотрите. Она говорит, что... Да, мой хороший. А я думаю, это ловкость. Марвел. 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 Что надо сказать, Демид? Спасибо. Спасибо. Он помешан на Бэтмене, Человеке-пауке и вообще на супергероях. Поэтому... Ой, Нику не гостите, спит. Все. Опа. Пошел читать. Сейчас я за Доминик у папе, а мы с Демкой едем на вокзал. Машину оставляю там на паркинге и везу его в Запорожье к маме. Почему? Демка слегка приболел, то есть у него нос, ну, насморк. И оно все стекает, он покашливает. В общем, была вчера у врача, у педиатра. Сказали, что ничего страшного, но дома надо посидеть. Следующая неделя у меня вся в съемках, во всех делах, в общем, в работе. Поэтому сидеть с ним дома я не могу и взять на съемку я его тоже не могу, потому что я уже... Второй сейчас будет выпуск, первый выпуск уже мы сняли. Его уже почти смонтировали или уже смонтировали, но я смотрела, так прикольно очень получилось. Я в Инстаграм выкладывала такой, как маленький анонсик, что будет в передаче. Передача автомобильная называется Автоген. Прикольное название, там трое ведущих, двое мужчин и одна девочка, это я. Вот, и на этой неделе мы будем снимать второй выпуск. Соответственно, ну, как бы, я с Демкой не могу это делать, и поэтому выход один. Или позвать маму, мама сейчас приехать не может, я везу Демиду к маме. Но мама очень рада, поэтому вот так вот. Везу на поезде, на машине решила не ехать, на поезде, куда будет удобнее и комфортнее. И потом сразу же возвращаюсь, то есть отвожу, даже там не гощу ничего, сразу же возвращаюсь домой. Маша, спасибо большое за книгу, очень приятно. Мы как раз с Демкой в поезде будем читать. Мы взяли с фиксиков, то есть две книжки с фиксиками. Но вот еще это будет интересней. А мы с Демидушкой уже в поезде дарим? Да. Да. Чай будешь пить? Ночитаем. Ночитаем, да. Так как правильно? Нож. По насморк. Нет, не по насморк. И не по нос. Ага. Насморк. Насморк. По носу. Нет, не по нос, насморк. По носу маску. Нет, Дема. Насморк. Насморк, все правильно. Доброе утро. Я в соночной спала. Демид проснулся в 4 утра и только сейчас уснул. Когда я, в принципе, уже его почти собрала. Проблема в том, что я могу не успеть на свой поезд обратно, потому что этот поезд опаздывает. Вроде говорят, что догонит свое время, потому что разница между тем поездом и моим, который обратно... 20 минут с мамой на вокзал приехала встречать Демк, потому что не было билетов. А у меня в понедельник уже съемка, поэтому у меня нет возможности... Мне не нравится, что на самолете лететь или в боблокаром ехать. Но, опять же, я не доверяю другим водителям. Когда-то сам водитель... Сесть в машину к чужому человеку, ну, так как-то... Можно, конечно, но... Настороженно. Кстати, вот такая вот укладка очень выручает третий день. И я еще не расчесываю. Только что подошла девочка-проводник и говорит о том, что... Должна успеть. Сказала, на каком пути у меня поезд. Мы сейчас проезжаем в Днепр. Ну вот, расчесалась. Вроде лучше. О, пукс вырубился. Как прикольно. Запороженка, Запороженка. Ну что, я уже дома. Уставшая, капец. Сутки в дороге, ночью не спала. И в Инстаграм написала пост о том, что... Девочки, у вас такое бывает? Наверное, бывает. Потому что в Инстаграме девочки писали, что... Панические атаки. У меня когда-то были. Я с ними справилась. Сейчас бывает просто, знаете, такая тревожность и страхи. Отдалевают страхи. И вот эта ночь в поезде просто был капец. Полновуние. Поэтому. Бывает, что все норм, а бывает просто штормит. Я старалась выключить телефон, ни с кем не разговаривать, потому что я была злая, нервная, раздражительная. И я понимаю, что кто бы ни позвонил, попадет под руку. Поэтому я просто решила отключить телефон. Вот. Я сейчас вам покажу, что мне прислал Евроше. Я приехала, и сразу же такая красота. Ну, я ее разобрала, потому что такая слегка была, знаете, замученная, непонятная, жгла сутки в дороге и не спавшая. Вот. Но зато я сразу же помыла голову. Это новый уход для волос. Сейчас вам все покажу. И покажу свой уход. Потому что мое предпоследнее видео. Предпоследнее. Да. Кто-то из девочек в комментарии написал. Ань, про работу все это понятно. Расскажи лучше, как оставаться такой молодой, да. То есть сделали мне комплимент. Поэтому спасибо вам большое. Я сейчас вам покажу, как я ухаживаю. Я, в принципе, в Инстаграм показываю, посты пишу. Но сейчас покажу, что, в принципе, мне нравится, чем я пользуюсь. И, ну, я очень довольна, в принципе, своей кожей. Но я правда за ней ухаживаю. Я не лягу спать, если я не умылась и не нанесла крем для лица. Я использую маски. Сейчас, кстати, покажу. Вы извините, что так разговариваю, но я сложно разговаривать. Я использую маски всегда после дороги. Летела на самолете, ехала на машине, на поезде, на автобусе. Неважно. Всегда надо кожу поблагодарить. И сейчас я вышла с душа. Я вся просто обмазалась маслом кокосовым. У меня кожа очень благодарит меня. Она очень любит кокосовое масло. И вообще масло любит. У меня сухая кожа. Поэтому тоже за кожей тела. Тоже надо ухаживать. Не только за лицом. И жирными кремчиками надо пользоваться. Вот на локоточке и на коленочке, на пяточке. Вот. У меня тоже есть определенные мои любимчики. Кстати, у Микса есть очень прикольный крем. Сейчас попробую его найти. И еще после дороги можно использовать... Мне, кстати, девочка Танюша во влоге. Я вам показывала. Она мне подарочки передала. И вот среди них был витамин С. До этого у меня был другой фирмы. Вот. Я уже не помню какой. Я показывала, по-моему, вам. Витамин С. Не надо использовать его на пустойной основе. Но время от времени шипучку вот так вот бросаете. Стакан с водой и выпиваете. Очень кожу приводит в порядок, когда у вас что-то ответственное. Выпили витамин С в шипучке. И все. На следующий день кожа такая, оп, уже другая. Ну, то есть прикольная. Маску использовала Монсаб. Она, в принципе, прикольная. Неплохая. Опять же, как я и говорила, я люблю кокос. Она недорогая. Я ее где-то в магазине купила. Я не помню уже в каком. Ну, в общем, неплохая. Вот. Видите, что я творю? Мне очень нравится этот уход. Я в Инстаграм вам уже писала о нем, хвалила, рассказывала. И вот. Подходит к концу. И видите, что я творю? Чтобы достать последние крошечки. Это подглазки. Это увлажняющие для лица. И вот. Это тоже прислал Эйва. Новинка октября. Сыворотка для лица с витамином С. Девочки, мне прям очень нравится. Девочки писали, что цена ампул и сыворотки около 500 гривен. Сейчас я вам ампулу покажу. Вот. Их тут 12, по-моему, штучек. Я одну пока только использовала, потому что надо использовать один раз в неделю. Вот. Максимальное сияние. Кремообразная такая текстура у этих ампул. И вы просто берете, смешиваете со своим ночным кремом и наносите на лицо. Мне очень понравилось. И вот эта вот сыворотка, она ежедневная. Можно использовать ее один раз в день. Я наношу ее на ночь. Можно, в принципе, наверное, и утром и вечером, если нет солнышка. Просто если есть солнышко, то средства с витамином С лучше не использовать. Вот я сейчас использую на ночь. И вот вынесла сыворотку сначала, а потом крем и крем под глаза. До этого была маска. И сейчас еще выпью витамин С. У меня тут еще вода с лимоном. И у меня тут еще есть мои как бы витамины. Вот они все тут. То есть я еще пью дополнительно витамины, амебу. Вот. Ценорезин мой. Ну, в общем, такое. Так, 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 так. Вот тут еще, девочки, если голова кружится, ну, лучше, конечно, проконсультироваться с доктором, то есть с неврологом. Но если вдруг кружится голова, вот тут вот тоже в составе истинно резин. Прикольная вещь. Ну, в общем, я тоже ее пью, потому что у меня головокружение. И вот сейчас я использовала вот этот вот уход. Это Ивроше. Это тоже новинка. Растительный бьюти рацион по уходу за волосами. И здесь много разного есть. Гамма. Жизненная сила и блеск. Также гамма, детекс и обедновлення. Напишите перевод, не соображаю уже. Легкость и очищение. Эластичность, объем. Также есть гамма мягкость и шелковистость. И шампунь от перхоти. И есть еще защита блеск для крашенных волос. У меня для укрепления и роста волос. Ну, вот я сейчас им помыла голову, то есть шампунью и бальзамом. И тут 4 ампулы против выпадения волос. Я открыла. И вы знаете, мне, в принципе, я использовала по коже всей головы. Но мне достаточно было пол ампулы. Вот. Вот так вот выглядит ампула. Запах очень приятный, такой растительный. Я, в принципе, и в Роше доверяю. Это хорошая французская косметика, бюджетная. Вот. Но она действительно с неплохим составом. Поэтому, в принципе, как бюджетная линейка по уходу за волосами, неплохая. Но я пользуюсь профессиональной косметикой. Продолжаю свой влог. Хочу вам показать длину сейчас. Вот. Я сейчас иду на стрижку. Хочу обрезать волосы. Они как-то быстро отросли. Я стригусь у мастера Ани в салоне Жако. Вот. И у нее легкая рука. Видите? Я буквально, когда в сентябре постриглась, и вот уже. То есть вот столько я обрежу. Еще чуть-чуть похожу скорее, потом буду отпускать. Можно сказать, оскому собью с короткими волосами. А потом вернусь к своим длинным. Мне очень хочется длинным. Я скучаю за длинными. Недавно нашла фотографии своих длинных волос. И захотелось обратно. Но все равно иду на стрижку. Логика женская, она просто потрясная. Сегодня еще у меня маникюр, педикюр. Сегодня у меня еще косметолог. И я вам покажу, что будет с ногтями. То есть если вам тема бьюти интересная, то оставайтесь со мной. Ну вот, это самая короткая длина, которая у меня когда-либо была. Так, теперь главное, круйте дорогу и попасть на машину. Вот. Я решила попробовать. Почему? Потому что я хотела бы отпустить волосы. Но, как я уже сказала, я сейчас поговорила с Аней, с мастером. Отпустить волосы, пройти вот этот рубеж и не постричь, это очень тяжело. И я не справляюсь пока. Пока мне нравится каре. В принципе, постригли прямо, но чуть-чуть все-таки ушли в удлинение. Анечка рассказала, как укладывать волосы. Как сделать так, чтобы они вовнутрь подворачивались, но при этом не сильно травмировали. Вот. Поэтому, в принципе, я все услышала и буду действовать. Играться, как говорится. Потому что с длинными волосами особо не поиграешься. С такой длиной можно. И еще, когда начала меня так вот собирать волосы, ну так, вот прядки вот эти вот, они вот так выпали. Они как бы сами по себе как-то выпали. И так классно было. Было красиво. В общем, надо будет попробовать такую укладку сделать. Такую какую-то прическу. И вам покажу потом. Как вам? Напишите в комментариях. С такой длиной. Потому что мне некоторые девочки пишут, что мне очень классно с каре. А кто-то пишет, что мне лучше с длинными. Ну, как говорится, на вкус и цвет. Я люблю длинные волосы. Всегда любила. Для меня, наверное, длинные волосы это лучшее решение. Ну, или сила привычки, не знаю. Но длинные волосы это что-то особенное. В них, я не могу этого объяснить. Это что-то волшебное. Каре. Каре я играюсь. Я пока играюсь и пока буду играться. Но мне все равно хочется знать ваше мнение. Ну, как-то так. Поехали дальше. Девочки, я у косметолога Олеси на Лукьяновке. Олеса пошутила, говорит, как Фиона со Шрека. На мне зеленая маска. Она с очень прикольным эффектом. Я похожее делаю. Называется она Мать-невесты. Вот. Только у меня была белая, а эта зеленая. Она более такая, можно сказать, как бы агрессивная. Но агрессивная не в формате шелушений или тому подобное. В плане того, что она работает как, как вам сказать, то есть кожа не только там напитывается, да, разными вещами, в составе которого маски есть. Но и работает как массаж. Вот. Сейчас она засохнет и появится такая, ну, будет страшный такой внешний вид. Я в Инстаграм хочу сделать пост. Для чего я вам об этом рассказываю и показываю. Если вдруг у вас впереди какое-то важное событие, какое-то мероприятие, или вы просто, ну, как бы хотите, чтобы кожа выглядела на миллион долларов, то именно вот эта вот процедура, запомните, Мать-невесты. Почему она так называется? Косметолог, который мне когда-то это наделал, по-моему, это было два года назад. Я очень запомнила эту процедуру. И вам я ее, по-моему, тоже показывала. И в Инстаграм у меня есть пост. Мне безумно понравилось, потому что кожа первые три дня была просто потрясающая. Потом эффект начал спадать. Почему Мать-невесты? Потому что такие процедуры делаются, типа, перед свадьбой. И Мать-невеста, она должна выглядеть, ну, как королева, потому что она мама-невесты. И кожа ее должна быть потрясающая. Вот, в принципе, поэтому так и назвали. Потому что кожа выглядит потрясающе после этой процедуры. Надеюсь, что мой совет вам поможет. Вот. Декольте, видите, тоже, как бы, задействовано. У меня важное мероприятие будет. Поэтому я решила, что надо кожу привести чуть в порядок. Так что так. Кто пробовал, напишите в комментариях, как вам эффект. Я вот в восторге. Первый раз, когда делала. Вот сейчас у меня второй раз. Посмотрим, как будет результат в Инстаграме. Если понравится, напишу, сделаю постик. Я опять включилась. Во-первых, выгляжу не как принцесса Фиона. Как лягушка. Жаба. И губы, смотрите, какие здоровые стали. Разговаривать не могу. Все стянуло. И я как мумия. Слушайте, эффект такой. Реально мумия. А-а-а, класс. Не могу гореть. Я узнала, кто эту маску придумал. Я так говорить не могу. Но расскажи Толесе. Это придумал Дане. Еще очень много-много лет назад. И только 20 лет она. Эта косметика находится в Украине. И очень популярна. Дане входит в пятерку самой лучшей косметики в мире. Она реально рабочая. И домашний уход тоже у нее очень крутой. Но это салонная, получается, процедура. Это салонная, да. Есть такая еще для домашнего. Но она совсем не такой концентрации, конечно же. Еще, что ему 70 лет, а выглядит он очень хорошо. Да, можно забить Дане в интернете. И вы увидите, как мальчик выглядит. Класс. Это растворяет, да, маску? Да. Видно на фото? На видео видно, да. Вот, видите, смотрите, вот, 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 вот. То есть там, вот, смотрите. То есть это не сосуды, ноги путают. Это означает, что маска на вас сработала, как плазмолифтинговый эффект. То есть это очень хорошо сработало на подтяжку. Бывает такое, что нету, но это не значит, что она не сработала. Просто, значит, не нужно подтягивать овал. Ну, или там, да, какие-то... А мне нужно, получается. Получается, он так на вас сработал. То есть это не значит, что у вас все там плохо. Ну, чтобы вы понимали. Нет, ну я считаю, что для 35 я выгляжу очень хорошо. Замечательно. Сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Ну, я бы вам не была 35. Я думала, вы младше. Да? Да. О, класс. Ну, я очень ухаживаю за кожей. Ну. Потому что я считаю, что лучше, как бы, я потрачу деньги на крема, нежели я буду ходить и делать уколы. Да. Это вы вообще, у вас логика железная. И я об этом тоже все время говорю. Домашний уход, нет ничего важнее. Ребята, я приехала к Умагям в гости. А тут, знаете что? Мясо, мясо, мясо. Ребята занимаются индюшкой. У них своя ферма. И я, как кума, помогаю им ее продать через вас. Поэтому, если вам нужна индюшка без ГМО, натурпродукт, без химии, выращенная правильно, вот, в нормальных условиях. Поэтому, если что, я внизу оставляю Тане номер и не благодарите. У меня в Инстаграм попросили больше снимать Доминику. Я хочу печеньки. Потому что она очень милая, сказали, что очень милая. И школы забрала, посмотрите, что они на голове. Я, оно расплелось. Я не хочу, чтобы тебя не взяли. Ну, ты какая? Ну, ты касаешься. Ты касаешься меня.